Вечер в воскресенье. Самое время подвести итоги недели. Здравствуйте! В эфире программа АПТА. Я, Наталья Хоменко и мои коллеги расскажем, чем запомнились уходящие 7 дней. Масштабная работа в области. Идет реконструкция оросительных сетей. Качество работ проинспектировал Аким области и оценил итоги нынешнего урожая. Здоровье нации в области открылся 13-й по счету физкультурно-оздоровительный комплекс. Условия под стать лучшим спортивным центром. Главная дорога. Продолжается реконструкция автотрассы Устаминогорск-Толк-Гурган. Вскоре по ней полностью откроют движение. Главнее всего погода в доме. Раньше срока в области стартовал отопительный сезон. Высокая миссия отдавать знания. В области подвели итоги профессионального конкурса. Лучшему учителю года вручили автомобиль. Начнем с главного. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная. Об этом на этой неделе президенту доложил премьер-министр страны Оскар Мамин. По данным правительства, за последний месяц заболеваемость в стране снизилась в 1,7 раза. Загруженность инфекционных коек сегодня не выше 35%, а реанимационных отделений вовсе 32%. Доложил премьер-главе государства и о продолжении планомерной работы по вакцинации населения. Так, на сегодняшний день первым компонентом привито почти 8 миллионов человек. Сейчас населению доступны вакцины Казвак, Спутник Ви, Синофарм, Хаятвакс и Инновак. Ну а до конца года ожидается поставка 4 миллионов доз вакцины Pfizer. Доложили президенту и о ходе уборочной кампании в стране. По подсчетам Минсельхоза в этом году он будет чуть ниже прошлогодних показателей. Засуха сократила урожай примерно на 20%, ну а предполагаемый сбор ожидают на уровне 15 миллионов тонн. Кстати, как уточнили, в Минсельхозе весь урожай зерна будет направлен на внутренний рынок по фиксированной цене. Это позволит в первую очередь сельхозтоваропроизводителям компенсировать убытки, связанные с засушливым летом и общим снижением урожайности, а еще повлияет на стабилизацию цен. Точнее, на конечную стоимость продукции мукомольных организаций, птицеводческих и животноводческих хозяйств, сообщили в профильном ведомстве. Как избежать возможных убытков из-за жаркого лета и повысить урожайность, обсуждали на этой неделе в правительстве. К 2030 году по поручению президента площади орошаемых земель по стране будут расширены до 3 миллионов гектаров. А потому рациональное использование воды сегодня становится во главу угла. Для уменьшения перерасхода жизненной влаги особое внимание необходимо уделить эффективному использованию воды, внедрению новейших технологий, автоматизации и цифровизации отрасли. Так, к 2025 году будет оцифровано 212 каналов, построено 9 новых крупных водохранилищ, приняты меры по реконструкции еще 120 каналов. Все это позволит обеспечить дополнительный общий сбор воды в объеме 6,4 кубических километров, отметил глава правительства Аскар Мамин. Кроме этого, он поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Алматинской, Туркестанской и Казалардинской областей проработать вопрос поэтапного снижения площадей посевов благолюбивых культур, риса и хлопка. В своем выступлении Аким Алматинской области рассказал о проводимой в регионе работе. В целом, на территории области расположены 249 гидротехнических сооружений. Протяженность всех растительных сестей составляет 17 тысяч километров. В 16 районах начаты работы по реконструкции сетей. В этих целях на разработку ПСД известного бюджета было выделено 3,3 миллиарда тенге. Кроме того, в рамках дорожной карты занятости ведется реконструкция Куксусской, Каратальской, Платин, гидроузла Усек в Панфиловском районе, а также оросительных сетей в городе Талдыкурган. Уважаемый Асхар Узахпаевич, для выполнения вашего поручения сейчас разрабатывается техника экономической обоснования по пяти водохранилищам. Это Покатиловская, Биен, Сунхар, Дьермен, Балхта. Это даст возможность вернуть в оборот почти 19,5 тысяч гектаров поливных семель. В целом, до 2025 года по области планируем восстановить порядка 138 тысяч гектаров орошаемых семель. Работа по развитию водного хозяйства продолжается и находится на контроле. Ну и на этой же неделе Акимобласти вопросы реконструкции оросительных сетей проинспектировал лично. В центре внимания модернизация поливной системы Балхашского района. Специализируется он на выращивании риса. Причем знаменитый баканадский рис сегодня славится на весь мир. Налажен экспорт продукта за рубеж. Ну вот рис – культура влаголюбивая. Потому вопрос рационального использования поливных земель и повышения урожайности в регионе сегодня мега важный. Его Амандык Баталов взял на личный контроль. И в ходе рабочей поездки в Балхашский район дал ряд конкретных поручений по активной модернизации оросительных сетей всего района. И начать необходимо с капитального ремонта главного канала, распределяющего воду из реки Или. Ну а о том, что еще необходимо предпринять для повышения урожайности, на что нужно сделать акцент в новом сельскохозяйственном сезоне, Акимобласти обсудил с местными аграриями, выслушав их пожелания, предложения и проблемы. Избежать убытков в этом засушливом сезоне удалось благодаря господдержке сельхозтоваропроизводителей. В итоге урожай риса удалось собрать неплохой. В этом убедился Акимобласти, посетив рисовые поля агрофирмы «Берлик». Урожай этого года уже отправлен на переработку. С процессом ознакомился Амандык Баталов, посетив и принадлежащий товариществу завод. Кстати, имя завода известно далеко, за пределами области. В России выпускает он одну тонну чистой продукции в час, которая помимо местного рынка отправляется и на экспорт. Впрочем, это не все из программы рабочей поездки Акимобласти в Балхашский район. В центре внимания Акима – ремонт социальных объектов, газификация региона и экономическое развитие одного из главных аграрных районов области. Балхашский район – один из отдаленных регионов края Жецу. Однако его развитию руководством области уделяется особое внимание. В текущем году суда подвели природный газ. Это позволило вывести качество жизни местных жителей на новый уровень. В настоящее время в населенные пункты привлечены отечественные инвесторы. И ведется прокладка внутрипоселковых газовых сетей. Газ пришел. Это уже новый уровень жизни, комфортности. Потому что если суда начать угольного разреза, вот цена угля в три раза возрастает. Если там 7 тысяч, здесь уже 20 тысяч. Это же все. Люди же покупают. Во время визита в район глава региона посетил и рисовые поля агрофирмы «Берляк». Хозяйство занимается выращиванием жемчужного зерна около 20 лет. В этом году этим злаком здесь засеяли почти 1100 гектаров земли. Чтобы успеть собрать весь урожай в срок, на полях работают 50 единиц спецтехники. Четыре из которых в прошлом году были приобретены в лизинг через СПК «ЖИТСУ». Таким образом, в созданном сервисно-заготовительном центре сгруппирована вся необходимая для аграрных работ техника. Сейчас мы пользуемся каждым погожим днем, чтобы успеть в сроке собрать весь урожай. Уже завершено 80% работ. Всего мы планируем получить около 48 тысяч центнеров риса. Помимо этого, мы засадили 1500 гектаров пшеницы и около 3000 многолетними травами. В хозяйстве трудится 350 человек. Амадек Баталов посетил и принадлежащий товариществу завод, где ознакомился с ходом работ. Здесь производят тонну чистой продукции в час. Рис предприятия «Берляк» реализуется не только на рынке области, но и в страны ближнего зарубежья. Так, в прошлом году предприятие получило 1250 тонн качественного зерна. В процессе производства риса мы не используем ГМО. Потому баканадский рис пользуется большим спросом. Основную часть мы отправляем в Алматы, Тарас и Оскемен, а также реализуем в Алматинской области. Оставившийся продукт экспортируем в Кыргызстан и Россию. Рис – влаголюбивая культура. Однако дефицит воды в Казахстане в последние годы стал более ощутимым. А сокращение посевов жемчужного зерна может привести к ухудшению почвенных характеристик. Потому директор хозяйства отметил, что им необходима помощь в проведении работ по ремонту и очистке каналов. Конечно, в этом году у нас были проблемы с водой. Мы берем воду с Копчеговского водохранилища. И в связи с малым объемом воды, Копчеговского водохранилища, нам тоже пустили минимальную воду. Мы из-за этого каждый год сеяли 1600-1700 гектаров риса. В связи с этим мы сократили на 1600 гектаров рисовые поля. Глава региона Амандахбаталов, в свою очередь, подчеркнул, что работы по восстановлению ирригационных сетей Алматинской области постепенно налаживаются. Чтобы не допустить развития вододефицита, по региону идет масштабная реконструкция растительных сетей. Ведется работа по активному применению водосберегающих технологии полива и строительства новых водохранилищ. Сначала необходимо разработать системный план. Для этого отдельным проектом мы рассматриваем модернизацию растительных систем Балхашского района. Займемся очисткой каналов орошения рисовых полей. До этого мы создали мелиоритивную бригаду, расчистили русла реки Каратал, чтобы воды свободно впадали в Балхаш. В это направление провели серьезную работу. Поэтому можно сказать, что в этом плане у нас есть хороший опыт. На повестку дня будет вынесен вопрос капитального ремонта главного канала распределения водореки. Продолжение рабочего визита в Балхашский район Амандахбаталов ознакомился с ходом капитального ремонта районной больницы. Напомним, посетив район в 2019 году, глава региона поручил полностью реконструктировать обветшалое здание больницы и закупить современное оборудование. Медобъект, не видевший ремонта почти 30 лет, засиял новыми красками. «Мы осуществили полную модернизацию здания. Его стены держались буквально на одной лишь поклевке. Потому на объекте проводится работа по сейсмоусилению, укреплению и прочной металлической сеткой и армированию». Капитальный ремонт районной больницы начат в августе прошлого года. По словам специалистов, весь строительный материал закуплен у отечественных поставщиков. Акимобласти отметил, что по завершению строительных работ объект будет полностью обеспечен необходимым медицинским оборудованием. «Каждые вот такие большие стационары, они все оборудованы кислородными станциями. Не менее 70% коек обеспечено. Плюс новые УЗИ-аппараты, рентгентоаппараты. Мы постепенно их оснащаем еще компьютерным томографом. Сейчас у нас такой хороший демографический взрыв. 50 тысяч детей в год рождаются в Алматинской области. Численность людей 20 тысяч миллионов. Поэтому здесь на месте должны быть все условия». Лечебное учреждение рассчитано на 1100 коек. Здесь работают около 300 медработников. Пока их временно перевели в соседнюю больницу, где они продолжают оказывать медуслуги населению. А пока ремонтные работы в их родном здании идут с опережением графика. Потому что уже к концу текущего месяца объект будет полностью готов к эксплуатации. «Это операние?» «Операние. Здесь минимальный 12 сантиметров до операния. Это же уже… «Надо их в город без обла, но про это же подзор истерик». «Небольшое 5-6 баллов землетрясения и здание сложилось». Сегодня благоустройство в Балхарском районе ведется активно. Совсем недавно здесь провели капитальный ремонт дорог, реконструкцию скверов и парков. Также в Баканасе набирают обороты и строительство домов. За последние три года возведено более ста жилых объектов. Сегодня Балхарский район развивается комплексно и становится привлекательным для жизни и работы. Мадина Неспек, Харят Хастурганов, Тереканал ЖИЦУ. Ну и главным событием для местных жителей знаменовался нынешний визит Акима области в район. Аманда Гваталов разделил с сельчанами радость по поводу открытия в райцентре нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Но это не просто центр подготовки спортсменов, а настоящий комплекс для полезного времяпровождения и местной молодежи, и поколения постарше, для поддержания здоровья, которых сегодня созданы все самые лучшие условия. Стоит отметить, что это уже 13-й по счету ФОК, открытый в Алматинской области за последние два года в рамках специального поручения Ельбасы и программы президента по оздоровлению нации. На долгожданное открытие спортивного центра баканасцы собрались всем селом. Теперь современное здание ФОК станет не только украшением поселка, но и любимым местом сельчан. Аким Алматинской области Аманда Гваталов разделил радостное событие с сельчанами и отметил успехи региона. Я рад лично присутствовать на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса. Это 13-й по счету в нашей области. Продолжается строительство еще четырех объектов. Все это делается во благо здоровья нации. Мы надеемся, что из такого современного спортивного центра будут выходить спортсмены, покоряющие олимпийские вершины на мировых соревнованиях. Надо и дальше развивать массовый спорт на селе. Строить спортивные площадки готовит будущее поколение спортсменов. Болгарский район славится своими выдающимися спортсменами. А благодаря новому центру их станет еще больше. Глава Алматинской области вручил ключи руководству спорткомплекса. От автомобиля «Газель» для того, чтобы воспитанники имели возможность с комфортом и безопасностью добираться до мест будущих соревнований. Мы очень рады. Теперь у нас очень красивый и большой спорткомплекс. Со своей стороны мы будем делать все, чтобы стать чемпионами. Спортивный зал оснащен современным оборудованием и инвентарем. Зрительная трибуна в спортивном комплексе рассчитана на 180 мест. Двуходажное здание включает в себя залы для командных игр, борьбы, бокса и занятий тренажерами. Кроме того, имеется открытый большой футбольный стадион и баскетбольная площадка под открытым небом. Строительство комплекса было начато в прошлом году. На его возведение затрачено более 1 миллиарда тенге. На площади более 4 тысяч квадратных метров предусмотрена и летняя игровая зона. Здесь также есть комфортный холл с местами для ожидания и гардеробная. Словом, предусмотрена каждая деталь. Строительство фока выгодно для подрастающего поколения. Им представлена уникальная возможность развивать свои спортивные таланты. Мы верим, что воспитанники спортивных секций нашего комплекса еще не раз возведут на пьедестал славы нашу страну. Отметим, что данный объект построен в рамках исполнения поручения Ельбаса и президента Касыма Жумарта Токаева по строительству стаофоков по стране. Мадина Неспек, Жаслан Шенкенжи, телеканал ЖИЦУ. В центре внимания на этой неделе были и самые важные аспекты социально-экономического развития области. Амадек Баталов в ходе очередной восьмой сессии областного маслехата в деталях рассказал депутатам о достижениях и планах в социальной и экономических сферах здравоохранения и образовании, спорте, туризме и бизнесе. Интересовали депутатов и вопросы улучшения качества дорог, цен на продовольствие, строительство жилья, газификации и обеспечения населенных пунктов качественным водоснабжением. Все эти работы идут по плану, отметила Аким области, а выполнить их в срок и в полном объеме позволяют индикаторы социально-экономического развития области, которые успешно были достигнуты с начала этого года. Алматинская область продолжает поступательное и планомерное развитие. Благодаря действенным мерам в период напряженной эпидситуации работа жизненно важных предприятий не останавливалась. Обеспечен рост промышленности, сельском хозяйстве, строительном секторе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы экспорта переработанной продукции аграрно-промышленного комплекса увеличились более чем на 22%. Особое внимание в регионе уделяется сдерживанию ценно-социально значимые товары. Правительством принят комплекс мер по антиинфляционному реагированию на 2021-2024 годы, в рамках которого мы работаем. Для формирования стабилизационного фонда и льготного кредитования в текущем году дополнительный из местного бюджета выделено 1,7 миллиарда тенге. Общая сумма выделенных денег на сегодня составляет 3,7 миллиарда тенге. Мы систему выработали такую, что заключаем договора с крупными товаропроизводителями, с крупными торговыми центрами. И все они нам обеспечивают ту необходимую цену для вот этих социально значимых видов товаров. Амандык Баталов поделился и дальнейшими планами формирования стаб-фонда. Он подчеркнул, что в первом квартале текущего года будет дополнительно произведен форвардный закуп социально значимых продтоваров в объеме почти 5000 тонн. Глава Алматинской области отметил один из важных факторов обеспечения устойчивости экономики. Это развитие малого и среднего бизнеса. Для восстановления деловой активности граждан и в целях поддержки предпринимателей в регионе принят ряд стабилизационных мер. Так, в текущем году в рамках госпрограмм «Дорожная карта бизнеса», «Инбек», «Дорожная карта занятости» и региональной программы ЖТСУ предусмотрено 26 миллиардов тенге. Одним из важных факторов обеспечения устойчивой экономики является развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня действует более 123 тысяч субъектов МСБ, где занято 262 тысячи человек. За 8 месяцев в бюджет поступило 131,4 миллиарда тенге. Это почти в 1,9 раза больше аналогичного периода прошлого года. Амандык Баталов отметил, что в условиях карантинных ограничений работа продолжалась во всех направлениях. Туризм, строительство автодорог, социальных объектов и жилья, газификация, водообеспечение. Охвата централизованным водоснабжением на сегодняшний день составляет 98,3%. Это хороший показатель. В этом году доведем до 99,5%. Каждый год мы над этим плотно работаем. За счет подведения водопровода к семи селам мы вот этого показателя достигнем 99,5%. А также будет улучшено качество питьевой воды в один из селых. То, что каждый часто показывает по телевизору, какие-то эти проблемы. Да, есть, особенно возле Алматы. Толгарский район, Бесараш, Туздавастау. С той стороны Харасайский район, Жанатурмыс. Вот эти поселки, которые когда-то были сделаны так, что, ну, даже вот то, что Тасхум через него получаем воду, это проблемное производство. Но мы выделили деньги, разработали проект с меддокументацией. Эта программа реализовывается. В скором времени будет решена. В этих целях в рамках программ «Нурлажер», «Нурлал» и «Львесве» предусмотрено 86 миллиардов тенге на реализацию 42 проектов. Завершается подготовка к новому отопительному сезону. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 13,5 миллионов тенге. Все энергопредприятия области обеспечены нормативным запасом топлива. В прошлом году доступ к газу получили 59% жителей области. В текущем с подключением еще 23 населенных пунктов будет 61%. Полностью завершена газовикация областного центра города Талт-Курган. Доступ к природному газу получили 54,3 тысячи абонентов. Из них подключены 27 тысяч. Тут правильно поймите, что полностью обеспечены и доступ получили. Мы обеспечили доступ, а уже подключение, само собой, он идет постепенно. Кто-то сразу подключается, кто-то в этом году уголь купил, пока уголь свой весь не сожгет, не будет подключаться. Построены 627 километров внутри поселковых сетей в населенных пунктах Балхашского, Харатальского, Куршуйского, Жамбульского, Ескельдинского районов и в городах Текере. Подключение домов начнется с ноября месяца. Во время отчетной встречи глава Алматинской области подробно остановился на каждой отрасли. Отметил решение вопросов дорожно-транспортной инфраструктуры, охвата жильем. Не оставил без внимания и аграрный сектор. К слову, в этом году посевы сельхозкультур увеличены на 3,7 тысяч и доведены до 972 тысяч гектаров. Заслушав подробный отчет главы региона, народные избранники дали положительную оценку работе исполнительной власти и заверили в поддержке со стороны депутатского корпуса. Евгения Присяжная, Жасулан Чингинжинов, Телеканал ЖТСУ. И как стало известно на этой неделе, продукция немецкого бренда Викона будет производиться в Алматинской области. Один из республиканских лидеров по выпуску продукции под маркой Hoffman Aluminium заключил меморандум с немецкими коллегами компании Викона by Hydra. Это позволит расширить экспортный рынок и улучшить качество продукции. В настоящее время уже заключены контракты на поставку собственного товара в Россию, Украину, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Италию и Польшу. Для обеспечения высокого качества изделий специалисты предприятия проводят исследования с крупнейшим научным центром Турции и изучают опыт известных мировых производителей профиля. В текущем году завод планирует выпустить порядка 5000 тонн готовой продукции. Я рад сегодня присутствовать здесь в такой знаменательный день. Хотелось бы отметить, что данное соглашение позволит привлечь в экономику Казахстана дополнительные инвестиции, создаст новые рабочие места и увеличит объем экспортируемой продукции на мировые рынки. Продукция, выпускаемая под надписью Made in Kazakhstan, может быть конкурентоспособна и соответствует требованиям мирового рынка. В области продолжается капитальный ремонт и строительство объектов образования. Срок завершения работ в этом году продлили. Оно и неудивительно. На поставку материалов и привлечение рабочей силы повлияла и пандемия. В приоритете качество работ. Однако, темпы по реконструкции некоторых учреждений заметно отстают от графика. Их и проверил первый заместитель Акима области Лизат Турлашев, проведя на этой неделе контрольный объезд. 21 объект образования проходит в этом году капитальный ремонт. На двух работы уже полностью завершены. А вот 17 школ должны сдать до конца года. Однако, темпы по реконструкции некоторых школ заметно отстают от графика. Это стало одной из главных тем селекторного совещания. Первый заместитель Акима области Лизат Турлашев подверг критике как работу подрядных организаций, так и контроль со стороны районных властей. Недостаток внимания к жизненно важным социальным объектам привел к, мягко говоря, сложной ситуации в ряде районов. Их на этой неделе первыми посетил первый заместитель Акима области. Пустые холодные коридоры и голые стены. Такую картину увидели представители областного Акимата во все еще строящейся школе села Тусколь. Обновлением учреждения занимается товарищество Golden City DS. Ремонтировать объект специалисты начали еще с середины августа. Сегодня реконструкцию двухэтажного здания завершили лишь на 30%. По первоначальному проекту подрядчики должны были сдать объект в декабре текущего года. Но уже сейчас очевидно, что не успеют. Мы уже ввожили 100 миллионов из собственных средств. Поскольку на ремонт данного объекта нам не выделяли никаких средств с августа. У нас заканчиваются деньги. Если бы нам доплатили еще немного, мы бы работали быстрее. Нам нужны деньги сегодня, потому что сроки сдачи объекта приближаются. В настоящее время проделаны лишь работы по сейсмоусилению. Из-за недостатка рабочих сил приостановили и отделочные работы. Ну а крышей здания занимаются лишь 30 кровельщиков. Отметим, что среднюю школу имени Талипа Мусакулова возвели 32 года назад. Однако здание не ремонтировалось с момента постройки. Первый заместитель главы региона полностью осмотрел учебное заведение. Он поручил проверить качество строительства и исправить недостатки. Также он пообещал подрядчикам решить вопросы с финансированием в ближайшее время. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить вам дополнительное финансирование. Очень скоро деньги выделят. Подождите немного. 25-го мы выплатим вам полную сумму. А пока закажите все. Снимите все батареи, трубы, двери и окна. Впервые более чем за 40 лет в Сагобьенской средней школе имени Тохтарова ведется капитальный ремонт. За работу взялась подрядная организация «Голден Сити». Прошло почти два месяца с начала ремонтных работ. Но результаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Согласно плановому графику, на данном этапе должна быть практически готова кровля. Но на самом же деле действия расходятся с планом. С силами 35 рабочих вам не справиться, и вы не успеете к сроку. Поэтому вам необходимо увеличить количество людей. 35-45 человек – это очень мало. На сегодня не выполнена даже половина запланированной работы. В трех блоках, включая строительство мини-центра, на объекте трудится около 35 человек. Если работы продолжатся в таком же темпе, то к обозначенным срокам сдачи школы подрядчики могут не успеть, отметил первый заместитель Акима области. Таким образом, Лязат Трулашев сделал ряд замечаний в адрес подрядной организации и поручил увеличить количество рабочей силы в пять раз. Однако строители приводят свои доводы, считая нецелесообразным увеличивать количество рабочих сил. Сейчас уже наступает холода. На следующей неделе предвидятся заморозки. Это всё не высохнет. Как быть тогда? В конце концов, мы ведь не конюшню строим. Школа рассчитана на 620 мест. Также здесь расположен мини-центр на 50 человек. После окончания капитального ремонта начнут функционировать современный спортзал, столовая и оснащённый всем необходимым учебные кабинеты. По плану, строительные работы должны закончиться в декабре текущего года. Дело находится на личном контроле первого заместителя Акима области. Я на следующей неделе снова приеду сюда. Надеюсь, вы более активно продолжите работы. Поручаю создать рабочий график. Ход, темп и качество строительства ФОКа в селе Жанцугуров – также один из пунктов рабочей поездки первого зама Акима. Строительство спортивного объекта находится на стадии завершения. Ведутся внутренние и наружные облицовочные работы. Сейчас устанавливаем всё это. Планируем своевременно. Согласно графику, то есть до 10 декабря сдать данный объект. Физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на 140 мест. Здесь предусмотрены универсальный спортзал, тренировочные залы, а также специальные помещения для занятий по четырём видам спорта. Строительство двухэтажного спортивного центра ведётся третий год. Долгожданный для Аксуссов новый ФОК надеются сельчане станет им подарком к празднованию Дня независимости. Главным на этой неделе стал и, пожалуй, самый насущный вопрос – проведение отопительного сезона. Осень, похоже, вступила в свои права. Резкое понижение температуры уже заставило поёжиться и включить обогреватели в домах. И даже некоторых повозмущаться в соцсетях, мол, когда уже включат отопление в домах. Официальный старт отопительного сезона всегда был 15 октября. Впрочем, в этом году он стартовал раньше. Отопление в многоэтажке поэтапно начали подавать с начала октября. К переменам погоды коммунальные службы области оказались готовы. Зима, обещают они, пройдёт без проблем. На основательную подготовку к отопительному сезону повлияло и финансирование отрасли почти в 14 миллиардов тенге и объём проведённых ремонтных работ. В наличии необходимый запас топлива. По графику были отремонтированы и все теплоисточники. Впрочем, мои коллеги в этом убедились лично, оценив на этой неделе готовность города и области к отопительному сезону. Отопительный сезон в Алматинской области в этом году начался раньше запланированного срока. Коррективы в работу тепловиков и коммунальщиков внесла погода. Со 2 октября по поручению руководства региона более 2000 объектов были подключены к отоплению. Теплом населению области снабжают 35 центральных котельных. По решению местных исполнительных органов районов и городов, теплоснабжающие организации поэтапно перешли на постоянное протапливание всех социальных и жилых объектов. Если в течение 5 дней средняя суточная температура наружного воздуха 8 и ниже, то мы начинаем отопительный сезон. Теперь, согласно распоряжению Акима города, с 4 октября начата подача теплоснабжения в социально значимые объекты. Это детские сады, школы, больницы. Обеспеченность всеми видами топлива соответствует нормативному запасу. На котельных в текущий период имеется более 170 тысяч тонн твердого топлива. Потребность по области составляет более 1 миллиона 300 тысяч тонн. Ежедневно на 54 железнодорожных тупика Алматинского региона поступает 90-100 вагонов угля. Около пяти трейдеров-поставщиков обеспечивают население горючим камнем. Согласно мониторингу, 70% имеющихся на тупиках черного золота закуплено населением. Цена на уровне 14 тысяч 500 тенге. Наши поставщики, трейдеры график поставки выполняют. КТЖ с небольшим опозданием, но вагоны тоже поставляют. Но на сегодняшний день пока мы проблемы не видим. Тем более сегодня на правительственном уровне были соответствующие поручения государственным органам, данным премьер-министром. 758 социальных объектов по региону отапливается дизельным топливом. 58% из запланированного объема горюче-смазочного материала имеются на местах теплоснабжения. Потребность в жидком топливе составляет 21 миллионов 600 тысяч литров. Около 16 тысяч литров уже на соответствующих объектах. Есть контракты, которые заключены до повышения цены. Да, сейчас в связи с дефицитом дизельного топлива, образовавшееся в стране, из-за ценового разбаланса, то есть у нас в Казахстане цены намного ниже, чем в соседних государствах граничащих. То есть тем самым производство в Казахстане дизеля не упало, но транзитники все начали дешевое топливо, дизельное топливо скупать. То есть разница в цене доходит до 90 тенге, поэтому такое положение сейчас дефицит в стране образовался. Кроме этого, в этом году осуществлен перевод трех центральных котельных на голубое топливо, номер 2 и номер 5 в городе Талдыкурган, также в селе Карабулак из Кельдинского района, где на сегодняшний день подача газа осуществлена и обеспечивает население теплом. Жан-Дос Назарбаев, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ. Продолжается реконструкция автодороги Усть-Каменагурт-Талдыкурган. Полностью открыт движение, по ней планируют уже вскоре. Сегодня на особом контроле обеспечение качества и сроков ввода создаваемой транспортной инфраструктуры. Новая комфортабельная автомагистраль, безусловно, создаст дополнительные возможности для развития транспортной отрасли, а дорожное направление Центр-Юг в качестве транзитного коридора в перспективе может стать новой точкой экономического роста. Большую роль для Алматинской области играет и трасса Уширал-Достык. Новая и комфортабельная, она не только отразится на общем качестве автодорог региона, но и придаст новый импульс развитию отечественного туризма. Словом, перспективы большие. Как сегодня идет строительство одной из главных дорог, увидели мои коллеги. Через Алматинскую область проходит 314 километров ключевой автодороги. И 275 из них уже практически завершены. Даже проложен самый верхний слой асфальтового покрытия. Стоимость проекта – 122 миллиарда тенге. Реализация его началась еще в 2017 году, но планом предусмотрен срок завершения 2022. Времени отведено немало. Все эти годы автовладельцы испытывают неудобства. Но игра стоит свеч. Тщательно укладывается каждый слой. Их несколько. Это гарантирует длительную эксплуатацию полотна, которая раньше систематически разбивалась большегрузами, следующими к государственной границе и обратно. Кроме того, учитывая большое количество рек и притоков, протекающих по территории Алматинской области, а также интенсивное таяние высокого снежного покрова весной, проектом предусмотрено строительство аж 29 мостов, что требует особого внимания, времени и специальной техники. Укладка полотна и строительство мостов – работы по характеру разные. Соответственно, их выполняют разные бригады. 25 мостов мы уже завершили. Еженедельно нашу работу проверяет Национальный центр контроля качества. Поэтому качество строительства дороги сомнений оставлять не должно. Реконструкцию переживает и участок республиканского значения на отрезке у Шаралдосток. Протяжённостью 180 километров. Тут работают сразу два подрядчика. Они привлекли 353 единицы техники и свыше 700 человек. Поскольку зима в полные права, здесь вступает значительно раньше, чем на всей территории региона. 60 километров строит товарищество «Кран». Они основной объём практически завершили. На 58 километрах уже уложен асфальт и проведён ремонт трёх мостов. Оставшиеся 120 – в ведении компании АБК «Автодур». Производится укладка нижнего слоя покрытия из крупнозернестого асфальта бетона толщиной 10 сантиметров. Из 120 километров мы освоили порядка 81 километр. Не секрет, что инфраструктура играет ключевую роль в развитии экономики. И завершение дороги республиканского значения, по мнению специалистов, даст существенный импульс в развитии туризма и повысит инвестиционную привлекательность региона. Насгульбушан, Жаркан Шантаев, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. Высокое качество по приемлемой цене. Передовые технологии представили аграриям области. В Жамбулском районе на этой неделе прошла специализированная аграрная выставка. На ней было представлено множество новинок, а также презентованы самые современные технологии производства и переработки сельхозпродукции. Главное же у местных аграриев появилась возможность покупать технику из Белоруссии на весьма выгодных условиях через акционерное общество КАЗ Агрофинанс. Как это сделать, узнала моя коллега Надежда Белова. На выставке представлена сельхозтехника известных белорусских компаний. Ее теперь будут собирать в Кастанайской области. Это позволит значительно сэкономить денежные средства фермеров, поскольку отпадает необходимость выезжать за техникой за границу. К примеру, стоимость трактора в результате выходит примерно на полтора миллиона тенге дешевле, чем заказанных из Беларуси. Кроме того, поменять запчасти тоже отныне не будет проблемой. Посетители выставки могли прямо на месте выбрать оборудование и заключить договор с финансовой компанией. Качество мы оценим как очень высокое. И в перспективе, естественно, мы видим, что трактора, которые собираются в Казахстане, они не будут экспортироваться из Беларуси в республику Казахстан. С начала года аграрии Жамбылского района через акционерное общество Каз Агрофинанс приобрели в лизинг 20 единиц техники на сумму более 146,5 миллионов тенге. По словам фермеров, благодаря фонду поддержки они получили массу преимуществ. Некоторые фермы не могут покупать технику напрямую, и тогда им помогает Каз Агрофинанс. Они субсидируют 25% оборудования, первоначальный взнос – 15%. Таким образом, мы приобрели немного оборудования. Планируем еще обновление техники. В Жамбылском районе действуют без малого 4000 крестьянских хозяйств. Данный регион – лидер по поголовью коров, коз и лошадей. А современные технологии – залог успеха дальнейшей работы, уверены фермеры. Для большего прогресса на выставке были объединены три стороны – продавец, покупатель и поддерживающий финансовый институт, отметили организаторы мероприятия. «Эти машины останутся здесь на неделю. Вначале работают менеджеры. Мы организуем встречу представителям финансовых институтов и сельского хозяйства. Думаю, что будет отличный результат, когда все смогут договориться друг с другом». Стоит добавить, что за 9 месяцев текущего года район произвел сельхозпродукции на сумму 41,5 миллиарда тенге. По мнению фермеров, прошедшее мероприятие станет стимулом к дальнейшей работе. Евгения Присяжная, Надежда Белова, Курможанка, Сымжан Улы, телеканал ЖТСУ. В минувшее воскресенье работники самой нужной и ответственной профессии отметили свой профессиональный праздник. День учителя в Казахстане встретили более полумиллиона педагогов. Впрочем, учитель – это далеко не профессия, это призвание. Ведь, как недаром писал сам великий Абай, что самое лучшее в человеке от учителя. Ну а в минувшую среду в Талдукургане стало известно имя лучшего учителя года. В области подвели итоги ежегодного конкурса. Проходит он по нескольким номинациям. Победителя определили в каждом из подразделений сферы образования. Торжественное вручение подарков приурочили к профессиональному дню. Ну и в честь учителей устроили настоящий праздник. Правда, со строгим соблюдением всех санитарных норм. Впрочем, пандемия не помешала поздравить наших уважаемых учителей, которые сегодня трудятся в непростых условиях и которым сегодня особая благодарность. Кто же стал обладателем нового автомобиля и самого почетного звания «Лучший»? Расскажем прямо сейчас. Учителя – это те, кто формирует будущее нашей страны, воспитывая и обучая новое поколение казахстанцев. Их труд и заслуги отмечаются соответственно. В честь профессионального праздника во дворце торжеств Таду Кургана проведена яркая поздравительная церемония, на которой прошло награждение отличников сферы образования. Я работаю учителем уже 12 лет. Все эти годы я стараюсь применять в учебном процессе новые методики, цифровые технологии и многое другое. Конечно, когда даёшь детям знания, хочется, чтобы их и правда это интересовало. Поэтому мы изо всех сил стараемся придумывать новые способы при обучении. Работа у нас нелёгкая, но вот такое внимание со стороны руководства области не только показывает, что наш труд ценят, но и мотивирует добиваться новых высот в педагогике. За упорный труд, верность профессии и другие заслуги педагоги области получили награды «Ветеран труда Республики Казахстан», «Лучший педагог-2021» и другие награды от лица министра образования и Акима области. Дорогие наши учителя, вы выдержали испытание пандемии, которая вынудила школы перейти на дистанционное обучение. Успешно справившись с трудностями, вы доказали, что даже в экстремальной ситуации даёте ученикам прочные знания, помогаете им получить путёвку в жизни и сделать правильный выбор. Наглядным результатом вашей работы являются и ваши личные успехи. Напомним, с января этого года зарплата педагогов выросла на 25%. В целом по области идёт активная работа по улучшению качества образования и повышению статуса учителей. Рустам Аралбаев, Жасулан Шенкенжи, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Ну а настоящим учителем для сотен молодых и уже опытных журналистов был и остаётся Бейсен Куранбек. Мэтр казахстанской журналистики оставил ярчайший след и на пространстве масс-медиа, и в сердцах казахстанцев. Миллионы его поклонников и сегодня учатся на передачах и работах настоящего мастера телевизионной журналистики. Его имя не забудут, а яркий свет его таланта будет и далее освещать путь начинающим журналистам. Именно такие, жаждущие попробовать себя в профессиональной журналистике, приняли участие во второй областной олимпиаде имени Бейсена Куранбека. Проходит она второй год и с каждым разом набирает всё больше размах. И по числу участников, и по качеству представленных работ, кто на этот раз покорил строгое жюри, расскажут мои коллеги. Конкурсу присвоили имя Бейсена Куранбека не случайно. Уроженец ЖТСУ, талантливый журналист, телеведущий и автор актуальных проектов Бейсен Куранбек внёс неоценимый вклад в развитие отечественной тележурналистики. Бейсен Куранбек добился значительных успехов за свою короткую жизнь, оставил за собой богатое наследие, стал звездой казахской тележурналистики, а также обладателем президентской премии. Теперь это наследие нужно передать нашим потомкам. Сегодня мы собрались в городе Талдыкурган на творческом конкурсе, посвященному Бейсену. Если считать, что конкурс начался в прошлом году, то в этом году, я считаю, должно быть ещё лучше. Ведь не каждый день рождаются такие яркие личности, как Бейсен. Мы должны показать его благородное наследие, природную сущность и любовь к своей стране. Я выражаю огромную благодарность учителям и ученикам за участие в конкурсе. Хотелось бы, чтобы выиграли все. В прошлом году в Олимпиаде приняли участие 19 школьников и 16 молодых учителей по шести номинациям. Все они направлены на раскрытие талантов, лидерских качеств, умение держаться на публике, совершенствование писательского мастерства. Эта Олимпиада будет длиться месяц. Если в прошлом году было только одно направление, то в этом году его масштабы расширились. Это, например, написание статей, различные выставки, образовательные конкурсы среди учителей и учеников, спартакиады. Основная идея этого проекта заключается в развитии творчества нашей молодёжи, создание условий для совершенствования и привития этой молодёжи патриотизма, национальных ценностей. То есть наша цель, конечно, воспитать этих ребят в правильном направлении. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 9 декабря, в день рождения Бейсена Куранбека. Оржан Неспек, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ. Ну и в завершении выпуска о спорте. Алматинская область вновь встречает своих героев, тех, кто вернулся на родину победителем и прославил Казахстан на весь мир. На этот раз с медалью на родину вернулась Жамиля Багбергенова. Воспитанница спортивной школы Жамбулского района стала серебряным призёром чемпионата мира по женской борьбе в столице Норвегии Осло. Её награда стала единственной в казахстанской сборной на чемпионате мира по трем видам борьбы 2021 года. В аэропорту Алматы выдающуюся спортсменку встречали цветами и овациями. Среди ярких болельщиков были и наши корреспонденты. Торжественная встреча, цветы и овации, добрые слова и поздравления. Всё это для Жамели Багбергеновой, которая приумножила славу казахстанской борьбы на мировом уровне. Многократная победительница крупнейших международных стартов на этот раз завоевала самую престижную на сегодняшний день награду в своей жизни. Ведь чемпионат мира по вольной греко-римской и женской борьбе в Осло собрал лучших из лучших, самых опытных, титулованных, талантливых и перспективных борцов. Жамиля начала заниматься борьбой вместе со своей сестрой Мадиной, ещё когда им было по 8-9 лет. Сначала девочки попробовали свои силы в тайквондо и дзюдо, затем перешли в женскую борьбу. Уже в 14 лет Жамиля из Узнагашской спортшколы была переведена в областной спортинтернат и сразу начала показывать очень хорошие результаты. Мы все очень гордимся её медалью на чемпионате мира. Это всё результат её большой и усердной работы на тренировках. То, что воспитанница школы борьбы Жамбылского района является серьёзной претенденткой на мировую корону, показало её прошлогоднее победное выступление на чемпионате Азии в Нью-Дели. На этот раз в Норвегии отличную физическую форму, тактическое мастерство, чемпионский характер, напор и силу воли Жамиля продемонстрировала с самого начала своего выступления весовой категории до 72 килограммов. Уверенную победу она одержала во всех предварительных встречах. И только в финале уступила своей закоренелой сопернице из Японии Масака Фруити. Отметим, её награда стала единственной в казахстанской сборной на чемпионате мира по трём видам борьбы 2021. Сегодня у нас у всех очень большой праздник. Наша землячка, воспитанница школы борьбы Алматинской области, стала первой представительницей казахстанской женской борьбы, которая вышла в финал крупного мирового первенства. Она уступила только в финальной схватке. Мы в прямом эфире все смотрели её выступление в финале, где она боролась с японской спортсменкой. Очень все переживали. Её серебряная медаль для всех нас на вес золота. Сегодня же миленит равных в нашей стране в весе 72 килограмма. Наша землячка прочно забронировала за собой место в национальной сборной Казахстана по женской борьбе с 2014 года. Она отмечает важность целенаправленной подготовки перед соревнованиями на учебно-тренировочных сборах. Опытная спортсменка всегда помнит об установках своего личного тренера и во время выступления на ковре. Я пришла в спорт ещё в школьном возрасте, и именно женской борьбой стала заниматься в 14 лет. Победы на соревнованиях пришли не сразу. Нужно было много трудиться, чтобы добиться успеха. Путь на мировые подмостки был труден и тернист. Путёвки на такие турниры достаются всегда с большим трудом. На самом чемпионате все соперники были очень серьёзные. Тем не менее, благодаря поддержке тренера получилось выйти в финал. Что касается дальнейших планов, то в ближайшем будущем талантливая спортсменка планирует перейти в олимпийский вес и начать усердно готовиться к Адиаде, а затем и к Олимпиаде в Париже. Для успешного выступления на престижных стартах у неё есть всё – и упорство, и талант, и мастерство. Лилия Штогрина, Идус Калиев, телеканал ЖТСУ. Ну именно так сложилась новостная картина этой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...